Отсрочка по выплате, перенос периода отчетности об этих и других мерах помощи бизнесу рассказали на пресс-конференции, которая прошла в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Причем все подробности журналистам рассказал лично руководитель ведомства Александр Белишев. Как известно, Федеральная налоговая служба России по поручению президента и правительства страны реализует целый комплекс мер по поддержке бизнеса, который пострадал от коронавируса. Ведь уже сейчас, по итогам первого квартала 2020 года, в Тверской области фиксируется заметное снижение количества действующих фирм и организаций. Официально мы прекратили путем подачи соответствующего заявления регистрирующего органа, но это снижение пока незначительное. Безусловно, по итогам полугодия картина будет немного другая. Чтобы остановить рост числа закрывшихся фирм и предприятий, предусматриваются два блока мер поддержки. Это продление сроков представления отчетности и сроков уплаты налогов, а также мораторий на проведение налоговых проверок и изменение наступивших сроков уплаты налога по заявлению налогоплательщика. При этом всем представителям отраслей, пострадавших от COVID-19, бежать в налоговые инспекции не нужно. Продление для этих категорий налогоплательщиков сроков уплаты налогов производится без их заявления. То есть автоматически никаких обращений в адрес налоговых органов осуществляться не нужно. Это излишне. Подробная информация об основных мерах поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей размещена на сайте ФНС России в специальном разделе «Коронавирус. Мера поддержки бизнеса». Кроме того, специальные сервисы позволяют узнать, на какие группы пострадавших отраслей и налогоплательщиков распространяются меры поддержки, на какую конкретно помощь субъекты предпринимательства могут рассчитывать. Продолжение следует...